В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и интересным. Коротко о главных событиях. Главное обещание истинных воинов. Сегодня в областном центре прошла торжественная присяга. Во имя общей памяти и истории. В областном центре увековечили один из символов города. У здания областной библиотеки имени Горького торжественно открыт памятник Брестской Библии. О творчестве, духовности, культуре. Открытый диалог с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко о планах и перспективах современного кино. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Подробности далее. На протяжении двух дней в Бресте проходил визит делегации докторов университетской клиники города Страсбурга во главе с директором Кристофом Готье. Медики посетили знаковые места города над Бугом, ознакомились с потенциалом областной больницы, а также встретились с вице-губернатором Олегом Величко. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между двумя учреждениями здравоохранения. Перспективными для взаимодействия должны стать такие направления, как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, грудной аорты. Мы, в принципе, заинтересованы, конечно, чтобы эти отношения развивались, потому что ваша клиника, она известна, в общем-то, ну, с мировыми именем, я скажу так. Это действительно клиника, где наши врачи могут многое перенять у вас, научиться многому новым технологиям. В Бресском горы с полкоми на текущие недели принимали делегацию из Челябинска. Благоустройство городской среды – одна из ведущих тем встречи и возможное направление для сотрудничества двух городов. Однако, по словам участников мероприятия, потенциал есть и во многих других сферах – от культуры до торговли. Есть очень много интересных тем, есть у вас такие прогрессивные некоторые моменты, которые мы уже сегодня обсудили, и которые нам только еще необходимо будет решать. Но я думаю, что и у города Челябинска тоже есть чему поучиться. Председатель Бресского горы с полкома Александр Рогачук заинтересованность в повышении уровня взаимодействия поддержал. По словам городоначальника, Брест всегда готов к диалогу и сотрудничеству. Если есть желание, Брест готов вас принять и делегацию деловых кругов, и формат коммунальных служб. В зависимости от интереса. Потому что нам есть чему учиться у вас, вам что-то посмотреть у нас. Это все взаимопогащающие связи, которые в принципе только на пользу друг другу. В начале декабря в Брестском технопарке произошло пополнение рядов. Пять новых резидентов, как и те, кто уже работает здесь, создают инновационный продукт или оказывают услуги с помощью самых современных технологий. Предприятие разного направления занимается инновационной деятельностью в разных отраслях экономики. Это и медицина, это и в сельском хозяйстве есть интересные проекты, приходят с проектами интересными в технопарк. Но скажу честно, если так по статистике, то примерно 40% резидентов это в области IT. То есть это программные продукты, какие-то автоматизированные решения, процессы предлагают и в этой области они занимаются. Интересный проект будет реализован в областном центре и в рамках трансграничного сотрудничества. Он был одобрен на заседании мониторингового комитета. Реализовывать инициативу брестские специалисты будут совместно с коллегами из города Бялоподляски, Польша. Планируется, что на выделенные грантом средства, а это 1 миллион 149 тысяч евро, в Бресте будет установлена умная транспортная система, электронные программируемые дорожные знаки, светофорные объекты, реверсивные полосы движения и так далее. За последние годы в городе Бресте увеличилась загруженность улично-дорожной сети, что, в свою очередь, требует непосредственно и увеличения пропускаемой способности на дорогах города Бреста. Одним из методов, как мы видим, является создание, а также внедрение интеллектуальной транспортной системы. Такие мероприятия позволят, в свою очередь, перераспределить транспортные потоки с магистрали с большей загруженностью на магистрали с более низкой интенсивностью движения. Также поспособствует увеличению средней скорости развития автолюбителей по городу Бресту. Пока проект только на бумаге, однако авторы-партнеры уверены, первые шаги в реализации новой инициативы будут сделаны уже в 2018-м. К другим темам. Сегодня на площади церемониалов Брестской крепости приняли присягу военнослужащие Брестского гарнизона. Слова торжественной клятвы на верность белорусскому народу звучали из уст новобранцев осеннего призыва. По давней традиции, молодое пополнение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Брестской пограничной группы, 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 115-го зенитного ракетного полка, а также 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы проводит торжественное мероприятие на священной земле легендарной цитадели. Подробности у Ирины Ольшовой. Защита отечества всегда считалась почетным разным трудом и главной обязанностью мужчины. И как бы ни менялись времена и поколения, строка биографии от службы в рядах вооруженных сил сегодня, как и десятилетия назад, являются одной из лучших характеристик для партнеров. С этого момента для военнослужащих осеннего призыва – это не просто слова или строка в биографии. Почти 900 молодых ребят сегодня пополнили ряды 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, близкой пограничной группы, 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы и 115-го зенитного ракетного полка. Я, гражданин Республики Беларусь, Макареевич Угорь Николаевич, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников, клянусь достойно исполнять воинский долг. В 115-м зенитном ракетном полку присягу на площади церемониалов приняли 48 солдат. Кто-то из них будет служить полтора года, кто-то – всего год. За это время они приобретут навыки и профессию, но торжественный день присяги останется в памяти каждого из них навсегда. Присяга – это такое мероприятие, которое для любого военного случается только один раз в жизни. Мы долго готовились, репетировали, надеясь, что у нас все получилось. Ну а то, что мы находимся на священной земле Брестской крепости, где воевали наши деды и прадеды, проливали свою кровь, это добавляет еще больше торжественности и некоторого волнения и ответственности за все происходящее. Вопреки многим стереотипам, недостатка в молодом пополнении в армии нет. Из года в год растет число ребят, которые приходят служить после вузов или технических училищ. Более 20% – это военнослужащие с высшим образованием. По окончании высших учебных заведений, которые отучились, уже завершили образование, и перед своей трудовой деятельностью приняли решение отдать свой священный долг, отслужить в вооруженных силах других воинских войсках и формированиях. Наши ожидания, конечно, продались. Мы всегда ждем людей, молодежь, которая достойно защищает свое отечество. Сегодня они принимают присягу, они становятся настоящими воинами. И в своей дальнейшей службе мы надеемся, что они достойно будут защищать Родину. В элитных частях Брестского гарнизона, таких как 38-я десантно-штурмовая бригада и Брестская пограничная группа, престиж прохождения срочной службы не падает уже много лет. В этих частях самое большое количество новобранцев. Только в 38-й бригаде присягу приняли порядка 600 бойцов. Несмотря на те, скажем так, перепития, которые сегодня идут вокруг вооруженных сил, все-таки вооруженные силы и служба в вооруженных силах является одним из наших институтов государства и большая школа для любого молодого человека. Поэтому служба в вооруженных силах, я отмечаю, с большой популярностью пользуется среди молодых людей. Наша Родина в надежных руках. Таким был лейтмотив всех напутствий, адресованных молодым солдатам. Сегодня они взяли на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, за безопасность государства и за нерушимость границ. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. В Бресте появилась еще одна культурная достопримечательность. В областном центре был торжественно открыт памятник Брестской Библии. В мероприятии приняли участие представители вертикали власти, руководители общественных объединений, горожане. Подробности в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Открытие памятника Брестской Библии стало знаковым событием для областного центра. Это важный шаг по увековечиванию памяти о культурно-исторических ценностях, связанных с Брестом. Впервые об установке памятника одному из лучших изданий 16 века заговорили еще весной. Именно тогда был объявлен конкурс проектов скульптурной композиции, символа литературно-издательской жизни города. Порядка десяти эскизов поступило в адрес оргкомитета, который свое внимание остановил на работе молодого мастера Антона Нечипорука. Книга – это символ знаний, символ тяги человечества к образованию, к передаче мудрости от одного поколения к другому поколению. Поэтому захотелось что-то такое возвышенное, светлое создать. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук. В своем обращении к присутствующим он отметил важность реализации проекта. Как подчеркнул градоначальник, инициатива уникальна по двум причинам. Во-первых, в ее строительстве приняли участие не только государственные органы, но и меценаты. А во-вторых, это хороший повод еще раз напомнить жителям об истории города. Значимы события в жизни города, значимы по многим составляющим. Здесь есть и элемент восстановления исторической истины, потому что, к сожалению, не все знают об этом уникальном событии в культурной жизни нашего города. Есть элемент благоустройства, есть элемент прецедента соучастия государственного финансирования и средств меценатов. И, конечно, самое важное, мы должны подвинуть наших людей к изучению своей истории. В городе Бресте сейчас 111 памятников и памятных знаков. Много это или мало? На мой взгляд, это недостаточно, потому что тысячелетняя история города вместила в себе столько событий, что мы лишь только в начале этого большого, нужного пути. Кульминационным моментом мероприятия стало торжественное открытие нового памятника архитектуры. Символично, что скульптурная композиция появилась у стен областной библиотеки имени Горького. Именно здесь, в отделе редких книг, в специальном сейфе под грифом «Секретно», хранится порядка 100 из 738 страниц аутентичной Брестской Библии. Значение этого памятника литературы для истории города, области, да и в целом страны велико. Сегодня идут переговоры о том, чтобы аутентичное издание возвратилось на родину. По древним понятиям, город, в котором напечатана Библия, считался богоизбранным. И это давало ему особый статус среди других городов. И нам кажется, что если Библия вернется в Брест, у Бреста будет новая, очень красивая и интересная судьба. Мы уже не скрываем, что не первый год ведем большую работу, чтобы в город Брест вернулось полное издание Берестейской Библии. Получилось так, что чисто исторически эта Библия была уничтожена. И было особое решение, чтобы их все уничтожить. И где-то в мире сейчас порядка 70 экземпляров в той или иной степени готовности. Я не буду скрывать, что мы ведем переговоры с частными коллекционерами, чтобы тот общественный фонд, который мы создали к тысячелетию города, выступил заказчиком или спонсором вот этого уникального события, который, надеюсь, произойдет к тысячелетию, чтобы вернуть нашу Библию в аутентичном, максимально аутентичном состоянии в наш город. Теперь новый памятник, расположенный на углу улиц Пушкинской и Кирова, станет местом притяжения горожан и гостей нашего города. Подойдя к скульптуре, можно будет не только открыть для себя очередное архитектурное решение, но и расширить кругозор. В композицию вмонтирован модуль Wi-Fi, подключившись к которому, можно будет узнать об истории Брестской Библии и ее значении для белорусского народа. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Акция в рамках проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» прошла накануне на одном из предприятий города над Бугом. Продиагностировать состояние своего здоровья, не отходя далеко от рабочего места, смогли сотрудники Брестского мясокомбината. Понаблюдала за процессом и съемочная группа нашего телеканала. Подробности в следующем материале выпуска. Мероприятия в рамках проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» стартовали на Брещене в начале 2017-го. За прошедший период доктора успели посетить не один десяток предприятий и организаций области. Обследовано порядка 123 тысяч человек. Только в городе над Бугом специалисты проверили состояние здоровья сотрудников семи крупных предприятий. Помимо этого проведено множество, пусть и менее масштабных, но не менее значимых акций на базах аптек и торговых центров. Инициатива продолжится и в будущем, но степень ее эффективности можно оценить уже сегодня. Выявлено порядка 22 тысяч случаев повышения артериального давления в ходе таких акций. Не говоря, просто не буду загружать телезрителей цифрами, не говоря уже о повышенном содержании глюкозы, о изменениях в липидограмме, то есть те факторы риска развития болезни системы кровообращения, их осложнения, с которыми мы и боремся. Очередное мероприятие состоялось на базе Брестского мясокомбината. У его сотрудников была возможность получить консультации, врачей и специалистов, а также пройти некоторые диагностические процедуры. Медицинский охват широк, работали специалисты разных профилей. Однако в центре внимания сердечно-сосудистая система. В городе Бресте на учете состоит более 72 тысяч жителей, которые страдают заболеваемостью сердечно-сосудистой системы. Из них более 6 тысяч выявлены в этом году, в том числе у лиц трудоспособного возраста. Что примечательно, руководство и сотрудники Брестского мясокомбината не просто согласились принять участие в акции, они сами проявили инициативу и пригласили специалистов. В настоящее время на предприятии работает более 1600 человек, подавляющее большинство в возрасте около 30 лет. Но здоровье, как известно, стоит беречь с молодым. К сожалению, не каждый сотрудник предприятия, да и я, как и любой, имеет такую возможность, время, приехать в медицинское учреждение к тому или иному специалисту. Проведение такой акции позволит нам обследовать наших людей, не отходя от производства, не отрываясь от производства. Сегодня мы планируем порядка 200 человек направить к специалистам, поэтому участие в такой акции для нас очень значимо и необходимо. Организаторы акции особенно подчеркивают подобные мероприятия не замена полноценному обследованию и тем более лечению. Это скрининг, возможность заподозрить неладное, выявить наличие патологических процессов. Следующий шаг пациента – обязательное посещение лечебно-профилактического учреждения. К сожалению, как показывает практика, далеко не каждый участник акции, у которого были обнаружены какие-то нарушения, далее обращается за медицинской помощью, что вряд ли можно назвать поведением взрослого и ответственного человека. Действительно, вот эти акции – это беспрецедентные меры со стороны здравоохранения, государства. Но давайте что-то обратим, уважаемые товарищи, на себя внимание. Коль вас уже пришли, специалисты отвлеклись от своих рабочих мест, оставив своих пациентов, которые тоже нуждаются в помощи, придя сюда, вам рассказать, показать, нацелить на какие-то ваши проблемы, ну уж будьте любезны, бесплатные места, и, пожалуйста, реализуйте все, до чего мы должны были эту ситуацию, чем мы должны закончить. Поэтому это следующий этап – донести все-таки, что нужно, коль уже к вам протянули руки, не отбивать их, а помогать и работать взаимно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Большой подарок подарили брещанам в преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники Российского центра науки и культуры. При содействии учреждения в Брест на встречу с поклонниками приехал известный советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Сергей Никоненко. Жизнь этого талантливого человека богата яркими событиями и грандиозными премьерами. На счету Сергея Петровича более 220 ролей, каждая из которых имеет свой характер. Сергей Никоненко – не только замечательный актер, но и режиссер со своим видением, активный общественный деятель. Несмотря на свой плотный график, Сергей Петрович выкроил несколько часов для общения с нашим корреспондентом Анастасией Ноздрин-Плотницкой. Эксклюзивное интервью с мэтром российского и советского кино смотрите прямо сейчас. Добрый вечер, Сергей Петрович. Спасибо, что нашли для нас время в своем непростом графике. Насколько я знаю, у вас была встреча в Центре молодежного творчества, в Российском центре науки и культуры. Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением от Бреста и от брестской публики. Замечательная публика. Вы знаете, я работал в Белоруссии, я снял четыре фильма полнометражных на Минской студии, общался с сотрудниками. Люди обязательные, серьезные, вдумчивые и очень доброжелательные. Для вас, как для артиста, в чем выражается признание публики? Что должно волновать зрителя в первую очередь? Зритель, вот для меня, я очень сожалею о том, что я поздно вышел на театральные подмостки. Я первый раз стал играть 55 лет, 21 год тому назад. Вот, это в театре главный партнер, это вот здесь он. В кино его нету, главного партнера, а партнер главный зритель. И когда с сольным ли концертом выступаешь, ты видишь, как тебя слушают. Слушают или не слушают. Но я слушаю пока. В своем интервью к 75-летию на телеканале «Мир» вы высказали такое мнение, что вашим главным партнером и критиком является зрительный зал. Но все ведь мы знаем, что искусство – это субъективный вид творчества. Какой критике прислушиваетесь вы? На что обращаете внимание в первую очередь? Редко случается, но встречается критика умная, чаще всего посредственная, а встречается просто глупая. А когда к умным критикам стоит и прислушаться, и что-то полезное извлечь. Бывают очень даже умные редакторы. Особенно, когда снимаешь кино с тобой, рядом работает редактор, если он… Это просто разведчик. Часто в общине вы рассказываете о своем удивительном детстве. А как оно отразилось на будущем народном артисте Сергея Никоненко? Все мои родственники многочисленные. Они очень по-разному разговаривали. Допустим, ну как вам сказать, это же очень любопытно. Приехал там дядя Вася Тужиков в Москву зубы вставлять, привез сало на продажу. А он без зубов ни одной буквы не выговаривал. Ходил, ходил по Москве. Я же хотел, а тут кафе. Я в кафе в Афу, а там себе стоя кухать. Кто я? Хабака кто ли? Кто я кухать? Вы все поняли? Это я вот поспроявил. Вот такие вот, очень яркие характеры. Мы знаем вас как талантливого актера, режиссера, общественного деятеля. А поделитесь своим мнением, какое амплуа ближе вам? И какими проектами вы сегодня можете гордиться, положа руку на сердце? Мне интересна жизнь. Если занимаешься творчеством, оно все интересно. И в режиссуре, просто ответственности больше в режиссерской работе. Ну есть, конечно, небольшая разница работы в театре и в кино. В театре бывает разная аудитория. Бывает, как вот сегодня, совсем маленький зал. А вчера был зал побольше. Могу сказать, я радуюсь, когда люди радуются этой работе. Мне вот приходят и скажут, ох, вот видел вас Колобком. Вот только что говорил, Колобок вы замечательный были. Он обрадовался этой работе, она принесла ему что-то доброе. Ну и у меня это вызывает добрые чувства. Сергей Петрович, расскажите, над какими проектами вы работаете сегодня. Где вас можно будет увидеть в ближайшее время? Сейчас. Ну, заканчиваю. 223-ю роль в кино. Полнометражный фильм. Пока у него рабочее название. Мост. Это Керченский мост, непростой мост. Крымский татарин, который очень бережет, дрожит над внучкой. Юная совсем девочка, татарочка. А она влюбилась в русского. Он немножко, думаю, лучше бы она в татарина влюбилась, понимаешь. Но потом видишь, что и у русского серьезные намерения и чувства. Ну, так что ж поделаешь тут. Не поспоришь. Ну, и в завершении нашего интервью хотелось бы, чтобы вы поделились своими творческими планами. Ну, а также поздравили Брещан с наступающими праздниками. Хотелось бы, чтобы в моих планах все мои родственники были здоровы. А также все мои зрители, которые ко мне хорошо относятся, чтобы у них было много здоровья. А поздравляю с Новогодием. Я желаю в будущем году всем удачи днем и счастья ночью. И в заключении выпуска о спорте. Уходящий 2017-й стал успешным для брестских представительниц тяжелой атлетики. Воспитанниц Петра Турчука и Александра Самодаева. На счету спортсменок порядка 10 медалей. Четыре из них завоеваны на чемпионатах и первенствах мира и Европы. Наш корреспондент Ирина Альшова отправилась понаблюдать за тренировочным процессом и пообщаться с людьми, которые связали свою жизнь с таким нелегким видом спорта. После завершения в 2001 году достаточно удачной спортивной карьеры Петр Турчук работать тренером не планировал. Но звезды сошлись иначе. И в 2004 ему поступило предложение от тогда уже известного тренера Александра Самодаева вернуться в спорт в качестве наставника. Мы были одними из сильнейших в середине 90-х годов в Брестской области. Вместе ездили на соревнованиях, на сборах были несколько раз подряд. Потом я, при том, что я уже работал тренером, а он еще занимался. А потом через какое-то время он пропал из радаров, можно сказать, спортивных. Где-то мы встретились, пересеклись, поговорили на эту тему. Он увидел, что у меня есть небольшие успехи, есть хорошее стремление, у нас есть хорошее условие для занятий. Ну, загорелся. Учитывая традиции Брестской тяжелой атлетики, загореться было отчего. Талантливых спортсменов много, а вот хороших тренеров и квалифицированных специалистов по пальцам сосчитать. Поэтому Петру Турчуку пришлось параллельно и молодежь готовить, и образование профильное получать. Сейчас на счету тренерского тандема порядка 40 наград, самых престижных международных стартов. Но тренер всегда в поиске. В основном это дело случая. Ездим по району с моим коллегой Александром Владимировичем Самудаевым, бываем в районных школах, в городских школах, сотрудничаем с учителями физкультуры, с тренерами смежных видов спорта, легкоатлетами. Подыскиваем более подходящих для нашего вида спорта с большим потенциалом. И вот случайно у каждого судьба разная, но примерно похоже это случай. Это совместная доработка. Это комплекс нескольких мер. Конечно, нужно найти талант. Нужно его не загубить, как я говорю всегда, повторяю. Нужно его вывести на определенный уровень. Нужно помочь ему раскрыться. Среди раскрытых талантов такие тяжелоатлетические звезды, как Ирина Кулеша и Ирина Мещук, Юлия Саенок и, конечно же, Людмила Панкова. Хорошие результаты показывают Юлия Вабещевич и Юлия Гулина. Мотивация этих спортсменок уже есть. Есть такие люди, у которых все-таки есть какое-то самолюбие, какое-то желание чего-то добиться. И у них внутри вот это сидит желание быть не такими, как все, быть лучше других. Поэтому, если у него есть, нам важно бы разглядеть вот это и подстегнуть вот это желание стать лучше. Все юные воспитанницы Петра Турчука и Александра Самадаева уже кандидаты и мастера спорта. Их давно не пугают многочасовые ежедневные тренировки. Они ставят перед собой цель победить. И неизменно ее добиваются. Каждый раз разный. Вот, например, в прошлом году была цель сделать свой результат намного лучше. За лето я его выполнила. Сейчас у меня другие цели. Но каждая цель должна быть в секрете, потому что она может не сбыться. Мне нравится дух соревнований, какое он там соперничество. Большое и очень интересно. У нас в зале очень дружелюбно. Ну, в компании весело у нас всегда. На каждой тренировке. В тяжелой атлетике, как и в спорте вообще, тандем атлет-тренер – это основополагающий элемент успеха. Поэтому нехватка тренерских кадров неизбежно сказывается на уровне выступлений команды в целом. У нас двое пока, так можно сказать, в тандеме. Но хотелось бы, чтобы были еще помощники. Приходили наши ученики, получая образование, получая у нас какую-то квалификацию, тоже нам помогали и сами стремились. В регионах где-то работали, потому что у нас география не очень сильно развита по регионам. У нас Брест-Пинск, сейчас Береза немножко, Иваново. И все. Мы стараемся не загадывать далеко вперед. Мы планируем, но не загадываем. Но все-таки надеемся на самое лучшее. Надеемся на медали, надеемся на участие наших земляков в этих соревнованиях. Ну и не только на следующей Олимпиаде, но и в будущем. Возможно, кто-то есть здесь, кто будет участвовать до 2024-2028. У нас надежды есть на это. А потенциал есть? Обязательно. По-другому просто неинтересно было бы работать. Ирина Альшева, Андрей Щербантон-Луговкин. Специально для итогового выпуска. Вы смотрели программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15. И на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в городе Бресте. 20-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БАЙ, а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 17-18 декабря погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается облачность с прояснениями. 17 декабря в отдельных районах областного центра пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах гололедится. Ветер переменных направлений умеренный. Температура в ночные часы будет оставаться в пределах нуля. Днем воздух прогреется до 2 градусов со знаком «плюс». 18 декабря погода будет по-прежнему облачной. Сохранится влияние области пониженного атмосферного давления. В ночные часы станет ощутимо прохладнее. От 1 до 3 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова